Депутаты рассмотрели на своем заседании четыре вопроса. Первый из них об уточнении бюджета на 2016 год. Исполняющая обязанности руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Гульмира Коломбаева сообщила, что изымаются неиспользованные деньги, которые планировались на возмещение ущерба в результате ликвидации животных больных бурцеллезом в сумме 1 миллиона 250 тысяч тенге. В итоге бюджет составил 18 миллиардов 906 миллионов тенге. Следующий вопрос касался прогноза бюджета на 2017 год. Сначала депутаты выслушали ответы на свои замечания. У нас вопрос по потребности средств для сельско-населенных пунктов, необходимых на оплату подоставки тяжелобольных людей до ближайшей организации правоохранения, оказывающей лечебную помощь. Мы подняли все бюджетные заявки. На 2017 год у нас была подана бюджетная заявка только от села имени Аргейна Куланова. По Бескалога они не в этом году, не на 2017 год не подавали. В 2016 году сначала подали, потом переносилили, если есть, сказать, что в отсутствие заявок. В принципе, до 2015 году им давали 160 тысяч. Дело в том, что эта сумма не секрестируема, которую мы не можем потом снять. Поэтому в связи с отсутствием заявок она в основном остается вниз. Этот вопрос остался открытым. Его решили рассмотреть позже более подробно. Следующая проблема – якобы бесхозные электролинии в 207 и 208 кварталах. На сегодняшний день бесхозяйных линий не выявлено. Все линии, которые находятся, это собственность НК КТЖ. Этот ответ не удовлетворил депутата Ищенко, потому что на протяжении многих лет он выяснял, на чьем балансе эти электролинии. И все эти четыре года, в прошлом, я каждый раз в мужчину делаю. Сегодня, как за ней, на балансе НКТЖ. Также выяснили, что железнодорожники хотят передать его на баланс города. Но тут секретарь городского маслехата Булат Куспеков сделал свои замечания. НК КТЖ, всю дорогу восстановит, эту линию восстановит, потом передаст на баланс город для обслуживания. Согласен, как она дает. Также руководители нескольких отделов отчитались по вопросам, которые ранее задавали депутаты. После этого вне очереди вышла к трибуне заместитель Акима Мария Маликова по вопросу присвоения звания почетных граждан города. От Экибастузского городского филиала партии Нур-Отан поступили ходатайства о присвоении этого звания 16 участникам Великой Отечественной войны. АО «Павлодар Энерго» и Совет ветеранов энергетики ходатайствовали о присвоении звания одному ветерану энергетики Анатолию Семеновичу Раскотову, который 60 лет проработал на Экибастузской ТЭЦ. И последний вопрос прогноза на бюджет города 2017 года. Общий объем поступлений в бюджет города на 17 годов определен в сумме 40 млрд 148,7 млн тенге. Общая сумма основных доходов бюджета города составляет 13,181 млн тенге или 93,2% от общего объема поступлений. Из которых индивидуальный подоходный налог составляет 3,272,9 млн тенге, социальный налог 2,259,8 млн тенге, налог на имущество 5,259,2 млн тенге, плата за пользование земельными участками 1,404 млн тенге, земельный налог 984,2 млн тенге. На 2017 год установлен норматив отчисления в городской бюджет по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 50%. В 2016 году и в первом сроке налога норматив был 37,6 млн тенге. Также установлено изъятие из бюджета в орденке Экибастуза в размере 3,105,7 млн тенге. В 2016 году изъятие составляло 4,173,4 млн тенге. Включая поступление с вышестоящих бюджетов, годовой бюджет Экибастуза планируется в сумме 17,5 млрд тенге. Гульмира Сериковна также познакомила депутатов с изменениями в программе развития территории Экибастуза на 2016-2017 года. Народные избранники на все вопросы дали свое согласие. Утверждение состоится на сессии Маслихата. Продолжение следует...